В эфире городские новости. В студии Ирина Семенова. В ближайшее время мы расскажем о том, что произошло или только произойдет в Саранске. Инфекционных пациентов все больше в Саранске откроют новый ковидный госпиталь. Каникулы для школьников Мордовии продлеваются до 9 ноября. Как к этой новости отнеслись родители. Единство крови. Накануне Дня народного единства донорами стали иностранные студенты. В начале выпуска о последних оперативных сводках по ситуации с коронавирусом. По данным на 14 часов 3 ноября в Мордовии за сутки прибавились 68 новых заболевших. В Саранске снова большинство 43 пациента. Из общего числа новых больных 26 человек старше 60 лет. Самому пожилому 82 года. Моложе 30 лет 5 человек. Самому юному 14 лет. За сутки выздоровели 66 человек. В федеральной статистике учтен новый летальный случай. В республиканском наркологическом диспансере скончалась женщина 1960 года рождения. Причина смерти тяжелое течение заболевания новой коронавирусной инфекцией со осложнением в виде двусторонней тотальной пневмонии тяжелой степени. Женщина также страдала с сахарным диабетом второго типа. Всего за период пандемии в Мордовии от ковид-19, как от основной причины, скончались 52 человека. Количество заболевших растет стремительно. Как мы ранее говорили, на выходных в регионе был поставлен рекорд по суточному количеству заболевших за весь период пандемии. Количество инфекционных коек в республиканских больницах за последний месяц выросло в два с половиной раза. Поэтому было принято решение открыть еще один ковидный госпиталь. Его развернут на базе Саранской четвертой больницы. Как подчеркнули в оперштабе, все ковидные госпитали в Мордовии оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и лекарствами. А специалисты при необходимости в режиме онлайн консультируются с врачами федеральных клиник. Школьные каникулы продлеваются. Об этом накануне сообщили в Республиканском Минобразовании. Решение было принято в согласовании с главным санитарным врачом республики. Каникулы для всех учащихся Мордовии продлятся на два дня. Таким образом, дети должны приступить к занятиям лишь 9 ноября. Два дополнительных дня взяты за счет весенних каникул. В марте школьники будут отдыхать на два дня меньше. Эту новость бурно обсуждали в городских сообществах. Не дай бог карантин и не дай бог дистанционку. Когда родители не работают или один ребенок в семье, дистанционка еще куда не шло. Но если в семье два или больше школьников возраста первого-восьмого класса, то это ад. Родители просто не могут объяснять все и каждому. Два дня за счет весенних каникул. Круто. Третьи четверти так самые длинные еще и каникулы сократили. Молодцы. Кто против, что продлили каникулы, значит они не беспокоятся о здоровье детей. По словам первого заместителя министра образования Мордовии Елены Салтатовой, такое решение позволит увеличить временной промежуток по разобщенности детей до 14 дней. Мониторинг заболеваемости детей и педагогов показал, что массовых случаев заболеваемости в классах и школах республики пока не зафиксировано. Переходить на дистанционный формат обучения также не планируется. Ну а мы в свою очередь решили сами узнать, что о продлении каникул думают родители и вышли на улицы города. С 26 октября все школьники Мордовии отдыхают на каникулу. Изначально планировалось, что выходные у учеников продлятся до 3 ноября включительно. Однако теперь школьникам республики каникулы продлили до 8 ноября включительно. Учащиеся сядут за парты в понедельник 9 ноября. Такое решение было принято на расширенном заседании Оперштаба Мордовия вчера 2 ноября. Наверняка это стало радостным известием для многих школьников и их родителей. Сейчас постараемся узнать, как жители нашего города относятся к продлению каникул. Отношусь к этому отрицательно, потому что все равно все дети находятся на улице и отрицательно отношусь. В связи с такой обстановкой я считаю, что правильно сделали. Конечно, очень тяжело и для детей, и для родителей. Дома такое образование никто не сможет предоставить. Родители все на работе, дети обучаются сами по себе. А в школе для этого есть педагоги, которые должны за это все отвечать. Они же нашим детям, они наполняют их этой учебой, всеми знаниями. Не знаю, я вот только за традиционное обучение. Лишь бы детки не болели, честно. Это здорово, то, что дистанционно они не будут учиться. Это здорово. Напрямую с учителем общение должно быть. Учитель-педагог, он должен детям объяснять это, конечно, лично, а не через компьютеры и всякие программы, где дети ошибаются, не запоминают. И бывают сбои с интернетом, с компьютерами, с телефонами также. Ну, если это не будет влиять на учебу детей, если они не будут терять никакие знания, то, конечно, положительно отношусь, чтобы уменьшить контакт детей. Многие приехали с каникулами. Ну, я, кажется, немножко посидят на самоизоляции дома подольше. Не очень-то рад. Дети должны заниматься. Ну, с этой пандемией приходится вот продлевать каникулы. Ну, я, как слышал, эти каникулы с весенних каникул, вернее, и два дня забрали с весенних каникул. Так что им и весной так бы также отдохнули. Ну, то, что одно радует, то, что они пойдут на очный формат обучения. Еще раз отмечу, что занятия будут проходить в традиционном формате. Перехода на дистанционное обучение на сегодняшний день не планируется. Иностранные студенты стали донорами крови. 3 ноября они приняли участие в акции, приуроченной ко Дню Народного Единства. Присоединились к донорству и активисты регионального отделения Всероссийского Междунационального Союза Молодежи. В Центре переливания крови сегодня утром побывала Надежда Русяева. Сегодня, 3 ноября, в Саранске на базе станции переливания крови проходит донорская акция среди студентов-иностранцев, которая, кстати, приурочена ко Дню Народного Единства. В акции принимают участие региональное отделение Всероссийского Междунационального Союза Молодежи. В период пандемии, в период самоизоляции количество доноров относительно сокращается. В связи с этим потребность возрастает. Поэтому мы стараемся задействовать и привлекать к донорским акциям те молодежные группы, которые ранее по каким-то причинам не так активно принимали. Соответственно, сегодня мы проводим акцию именно с иностранными студентами. Наша задача, чтобы донорство было максимально популярным, то есть чтобы донорские акции были не единичные, а разовые, потому что многие студенты, молодежные организации, коммерческие организации ежегодно принимают участие, но они сдают кровь раз в год. Соответственно, максимум можно сдавать кровь до пяти раз в год, тем самым, скажем, они становятся такими кадрами массовыми, донорство становится более массовым. И тем самым, скажем, если мы сделаем донорство более популярным, что если каждый человек будет сдавать не один раз, ну, большинство будет сдавать не один раз в год, а три-четыре раза в год, то есть с интервалом в два-три месяца, то, разумеется, проблема будет не такая острая. То есть наша цель и популяризация, и развитие именно кадрового донорства. Соответственно, подобные акции с различными студенческими сообществами, группами вузами мы проводим ну периодически постоянно но задача чтобы скажем каждый из этих групп с интервалом в два в три месяца скажем так возвращалась на станцию преливания крови и допустим если сейчас в начале ноября мы проводим акцию с иностранными студентами то и но с большой долей вероятности можно говорить что в следующий раз на стороны студентов примут участие через два-три месяца скажем январе в феврале когда у них пройдет срок и они вновь могут стать донорами здесь иностранные студенты из разных точек мира в том числе там другого полушария это колумбия перу из ближнего зарубежья туркменистан киргизия из индии из афганистана но мы как раз решили что вот день это было бы очень символичного день на единство потому что вот как раз таки у крови нет наций вот и тем более не в зависимости от национальной принадлежности лет гражданской принадлежности люди понимают что это нужно что это может спасти чью-то жизнь сегодня банк крови станции переливания крови вновь пополнился необходимым материалом сдавать кровь и это без сомнений благородный крайне важный поступок ведь именно кровь и ее компоненты могут спасти многие жизни стоит отметить что акция проводится в рамках проекта донор 13 4 ноября вся страна будет отмечать день народного единства конечно во время пандемии да еще и с учетом напряженного роста заболеваемости массовых мероприятий не будет зато множество акций пройдет в уже успевшим стать привычным формате онлайн с 3 по 4 ноября в интернет пространстве можно будет рассказать о культурных традициях и обычаях разных народов проживающих в нашей многонациональной стране акция россия наш общий дом проходит под одноименным хэштегом социальных сетях чтобы стать участником нужно всего лишь опубликовать пост интересным фактом о национальных промыслах и ремеслах народной кухне музыки или литературе исторических костюмах и орнаментах или других особенностях народов и прикрепить фотографию а теперь о погоде на завтра в среду 4 ноября в саранске ожидается переменная облачность максимальная температура воздуха в этот день 8 градусов выше ноля а минимальная всего 2 градуса тепла ветер преимущественно с запада с порывами до трех метров в секунду атмосферное давление максимально поднимется до отметки в 758 миллиметров штутного столба ночные часы погоды становится морозной оно и понятно не за горами зима год назад в это время ночью температура уже опускалась до нулевой отметки днем же 4 ноября 2019 года в саранске было облачно и плюс 5 по цельсию 10 лет назад немного теплее 4 ноября 2010 года также облачно и 7 градусов тепла это были все новости к этому часу с вами была ирина семенова мы продолжаем следить за обстановкой в городе и держать вас в курсе событий берегите себя до встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok